Был хороший групп, в котором играли западные игроки 2, играли тролли, была такая группа. Они блестяще играли в проповках. Все. Это было просто фантастически. Один в один. Все было стремно. Один в один. Играли на церковь. Ветра Мерене. А нет, лучшие годы. Лучшие годы играли на церковь. Один к нам. Просто. Юнг Фойко-барабанщик, который потом играл со скамароками, он вообще уникальный человек. Он снял все, что играл Джон Бон. Играл все один в один. Включая соло, там вот все. И при этом... Он считается одним из лучших игрок. Я вообще считаю, что он лучший игрок. Ну, я имею в виду рок-н-рот. Потому что есть еще Винникова Юта. Есть там Стив Гаттон. Тут я потом могу так подкатировать, потому что тем уже глубоких знаний они не видели повторять. Ну, в общем, короче говоря, мы играли много иностранных песен. Но, кстати, являются свои. И такие уже серьезные, осмысленные. И часть из этих песен осталась. И мы перебывали более плотно. Песня «Салта» была написана как раз, когда я сам пришел в машину и сказал, что вы здесь поете про слепую пешку. У меня была такая песня «Слепая луна», которая имела название «Слепая пешка». Занудная баллада про любовь и состоявшиеся... Ну, про что можем 15-летний, 16-летний пацан писать? О страданиях. О страданиях. О страданиях. Девчонки, блин, не любят. Понимаешь, у нас с тобой последние дни там какие-то. Ты ушла, я улыбил. Ну, нормально. Я буду один, ты будешь одна. Ну, в общем... Ну, кромешная такая вот история. Я пришел и говорю, ну, давай, Брежев, ну, Кринерса играет, понимаете, Кристи играет. Вот это, ну, в конце концов... Давай! Ну, и с Макаром написали. Там была песня такая «Розовые очки». Потом с ним написали... Как это было? «Продавец счастья». Это вдвоем. А дальше он почувствовал, скажем, вот эту энергетику, в которую я назову. И он начал, начал, начал. Мы и машина времени вверху. Слетали. Когда вы почувствовали это, что вот оно пришло? Что вот оно... Ну, вот есть уже популярность и... И... Он где-то на первых это когда... Потому что видите, сколько... Ну, настоящая популярность, конечно, я считаю... На всяком случае, почувствовать ее можно было бы... Скажем так... Я считаю, что вот... Настоящая популярность, это тогда, когда ты работаешь в дворце спорта и большие площадки. Клубы и маленькие залы. Это все лимитированная история. Ты клуб можешь прокачать просто влюб. На стенки достать. А прокачать... В стадион. В стадион. В дворец спорта. Где там минимум четыре с половиной тысячи человек. Когда мы приехали на первые наши профессиональные гастроли в Ростов... Это было... В 70... Нет, это было в 80-х годах. В районе месяца. С 21-го по 23-е годы. То есть, играли за это время... Шесть... Восемь концов. За три дня. За три дня. И когда на первом концерте... Ну так... В ползала. Народ не верил, что... А ты, что там машина вредит что-то подпольное. Машина вредит. Которое не слышно. На кассе. Короче говоря, в субботу и воскресенье... Все вот здесь шесть концертов... Страшная шла. И вот тогда, конечно, стало понятно... Сколько народов? Ну... Там дворец спорта где-то порядка трех тысяч... Четырех с половиной. Но потом... В весной, скажем... Мы приехали... В... Того же года. Мы приехали в Питер. И играли за двенадцать дней... Мы сыграли... За двенадцать рабочих дней... Мы сыграли двадцать шесть концертов... В... Олимпийских концертов. А откуда это было все? А откуда это было? Воскресенье? Ну... 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 У нас и сейчас потай. Так что... Силы это все. Божественные потоки. Ну... 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 Ну...